всем привет вот это наша сима она заболела болеет она уже не а4 а то и 5 маленькая все лежала не вставала на диване только в туалет вставала и попить покушать я и на диван приносила вроде бы ее ничего не беспокоило да да маленькая вот сегодня утром уже вчера на уже даже на диване могла запрыгнуть на сегодня утром у нее такое кровотечение открылось сильно и на дом хотели вызвать ветврача потому что ее начинаешь переносить с места на место она как бы и очень больно они говорят мы не ездим и вот мама ее понесла посадила в переноску и вот мама вышла на улицу немного прошла там парень молодой на машине на его увидела и котну довези до до ветклиники тут недалеко за 100 рублей нет не за 100 бесплатно повезу я кошек очень люблю мне их очень жалко а что заболела говорит кошечка мама когда заболела и вот он ее довез и там очереди не было и в общем врачи посмотрели и говорят у нее рано как будто бы она на штырь напоролась или на спицу на какую-то мы мама гортых этого не может быть она у нас не падала ничего вот все это в общем обработали обработали промыли узи сделали дали с собой три шприца лекарства один шприц на один день в рот это типа антибиотикой и обезболивание все вместе и сказали что делать вот мама сходила в аптеку купила эту жидкость там типа физраствора какого-то промывать ей будем промывать сами и вот она то болеет сима я то болею тоже с четверга не очень сильно болею пока поэтому не снимаю походных роликов никаких пока не будет у меня тоже температура 38 и 5 и сима то и мы вместе с ней на диване лежим столько дней вот вот далее этот воротник за все с мамы всего 800 рублей взяли сейчас она сходила еще купила я говорю купи тему тему всегда мы сколько кошек держим когда кошки уже больные или которые у нас вот умирали уже старые больные кошки мы вот кормили тёмочкой шприц набираешь маленький и потихоньку в ротик мы без иголки вот это хорошее средство без вкусное такое без соли без всего и вот такие у нас дела все мы что-то заболели и мы-то говорим ну как она у нас не могла никуда упасть в принципе и потом я вспомнила в мае 7 мая мы симу стерилизовали но я вернее не стерилизовали а носили стерилизовать я об этом не рассказывала в роликах но сейчас расскажу почему мы поторопились а май был у нас очень холодный еще 27 мая снег шел я все ждала когда же тепло будет чтобы ее не застудить ничего и сима ходила при поджимала попу хвост поджимал и видно было что что-то есть не неладно я то думала что она кота просит а это я думаю что это рано у нее все тогда было она же уличная считай мы ее нашли она может быть там страдала вот так все выбрали обработали выкачали там думали что у нее брюшина порвана этой проникающее ранение но нет но большая рана сантиметров 5 внизу живота ну мы прямо удивились что же это может быть такое и сегодня утром как раз наш подписчик верный старый наш подписчик верный игорь дурсонович прислал нам 1000 рублей и я говорю ну вот сима это тебе на больницу спасибо большое игорю и также спасибо жене его супруге ольги за подарок который она нам высылала еще весной а сейчас я вам его покажу вот смотрите такие красивые корзиночки связала ольга но в подарок такая как бы тарелочка тут еще прилагается вот так вот вот это еще не все еще вот такая вот корзинка и и вот такие нитки чтобы я сама тоже училась вязала я как раз недавно начала месяца два назад крючком вязать и связала пока покрывала на плед но все нету силы снять видео а так вот она уже у меня связано недели три уже крючком и потом начну искать видосики как вязать вот эти корзинки и свяжу спасибо ольги и спасибо игорю такое сегодня видео не очень радостное следующее думаю будет повеселее покажу какие перцы у нас красные давно поспели но нету пока сил до них добраться мама поливает там ходит все делает что может всем спасибо спасибо за подписки за просмотры за комментарии всем пока